МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁТВ продолжает информационная программа День. Меня зовут Вадим Москаленко. Здравствуйте. И вот главное сегодня... За благодатным огнем в Иерусалим. Ставропольская делегация вылетела в Израиль за святыней. Запретный список пополняется. Новые решения прокуратуры по торговым центрам края. Площадь Ленина стала спортплощадкой. Как Ставрополь готовится ко Дню здоровья? И фестиваль рыжих. Наш корреспондент Павел Ядовицкий не мог его пропустить. Завтра Ставрополье, как уже много лет подряд, станет первым регионом России, куда прибудет со святой земли благодатный огонь. А сегодня паломники, которые отправились за святыней, поделились своими чувствами о предстоящем событии. Проводил их в Иерусалим Алексей Форсиков. В юбилейный пятый раз отправляется делегация ставропольских паломников в Иерусалим на святую землю за благодатным огнем. Перед дальней поездкой мы поговорили с главными идеологами всего этого мероприятия о том, с какими чувствами туда отправляются, и что, собственно, будет там происходить. «Приезжаем, мы тут же едем за теми вещами, которые мы должны приобрести, чтобы можно было с ними войти в храм. То есть времени нет, и утром, полвосьмого примерно, мы начинаем уже все входить в храм. Начнется служба. Служба длится где-то до двух часов дня. Где-то в два, около двух часов дня. С кукли выходит огонь, который возгорается. И мы здесь все, те, которые находятся в храме, это тысячи людей, зажигаем и в свой график входим, тут же в автобус, который у нас в обслуживании, едем в аэропорт, потому как мы должны прилететь первыми, постараться прилететь первыми в храме, что мы эти годы все и делали». Каждый раз, когда наша делегация отправляется на святую землю, Ставропольскую епархию представляет там протеерей Александр Гамзяк. С ним мы тоже поговорили. «Каждый раз душу и сердце переполняют радостные чувства с тем, что мы летим в Иерусалим, место, где Господь воскрес, на гроб Господень, где некогда царила смерть, но через победу над смертью Господь даровал нам жизнь, ибо воскрес. Символ жизни является благодатный свет, благодатный огонь, за которым мы летим, паломники Ставропольского края, летим, чтобы оттуда зажечь и привезти людям к нам на Кавказ. Я желаю искренней души, чтобы воскресший Господь озарил наши сердца, чтобы умягчил и даровал нам невещественный свет, веру, надежду на воскресенье вселил в нас, чтобы мы в этом году, дас Бог, с сошедшим огнем осветились и согрелись этим божественным огнем. А торжественную церемонию встречи и передачи благодатного огня по епархии мы покажем вам завтра в прямом эфире. Оставайтесь на своем. Также завтра вечером наших телезрителей ждет прямая трансляция из Казанского кафедрального собора Ставрополя, где в светлую пасхальную ночь с 7 на 8 апреля митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершит крестный ход пасхальную заутреннюю и божественную литургию. Начало службы в 23 часа. Смотрите в прямом эфире на свое. В крае будут в усиленном режиме следить за порядком все пасхальные праздники. Особое внимание уделят безопасности в храмах. На Пасху, Красную Горку и Радоницу в Ставрополь изменится движение личного и городского транспорта. В 10 часов вечера 7 апреля и до 5 утра 8 будет перекрыто движение на нескольких участках города. Их список сейчас вы видите на своих экранах. С 2 часов 8 апреля и до 6 вечера движение будет ограничено и на представленных участках города. Возможные пути объезда также на ваших экранах. 8, 15 и 17 апреля движение будет закрыто также на следующих улицах краевого центра. А 8 и 17 апреля добраться до остановки 12-й километр и до въезда на Воскресенское кладбище можно будет по представленным маршрутам. Подробная информация о движении транспорта на нашем сайте stv24.tv Краевое правительство сегодня после обеда опустило. Губернатор вместе с членами регионального Кабмина отправились наводить порядок в урочище Эммануилова дача, что в краевом центре. На Ставрополе продолжается экологическая акция. Вместе с чиновниками внесла свою лепту в очистку леса и наша съемочная группа. Щепки летят, но для леса это только на пользу. Специалисты распиливают валежник и бревна, чтобы отвезти их на полигон. В качестве грузчиков члены регионального правительства. Губернатор Владимир Владимиров возглавляет команду. В 2017-м каждый четвертый житель края принял участие в экологических акциях. В этот раз навести порядок решили на территории урочища Бибердова дача. На субботник вышло несколько десятков человек. Потому что я патриот Ставропольского края. Я хочу, чтобы наш край был чистый, благополучный. Чтобы никогда в лесу не было бумажек, мусора и так далее. Субботник прошел в рамках акции «Сохраним природу Ставрополь» и она уже стала ежегодной. Место выбрали не случайно. Урочище в прошлом году сделали особо охраняемой природной территорией. Чтобы ее привести в порядок, чтобы показать, как должны выглядеть наши природные территории, особо охраняемые, и любые другие территории Ставропольского края, мы хотели бы здесь навести уборку нашими силами. Итог. Субботник опять полных камазов валежника и бытового мусора. Между тем, большая уборка прошла не только в урочище. Лоск навели и на территории русского леса. Работы по благоустройству и санитарной очистке продолжатся по всему краю. На Ставрополье продолжаются масштабные проверки торговых комплексов и мест массового скопления людей. Сегодня в центре внимания прокуратуры Ленинского района Ставрополя 15-этажная высотка в самом сердце города. Гостиничный комплекс «Континент». В проверке участвуют прокуроры, сотрудники МЧС и Росгвардии. По результатам проверки, с учетом выводов, которые сегодня будут сделаны, мы обследуем все здание, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского региона при наличии оснований, конечно. А вот по торговому центру «Арбат» в Пятигорске прокуратура уже вынесла решение. Надзорники требуют не просто закрытия, а снести несколько этажей. Причины не только в нарушениях пожарной безопасности. У комплекса нет нужного разрешения на строительство, говорят надзорники. А также документов на ввод в эксплуатацию. Доводы прокуратуры рассмотрит суд. Больше двух тысяч ставропольских школьников начали этот день с зарядки. Причем в роли стадиона сегодня выступила главная площадь Краевого центра. Вот уже в десятый раз в преддверии Дня здоровья в Ставрополе провели зарядку под открытым небом. Анастасия Зубрицкая тоже активно начала этот день. На главной площади Краевого центра собирается самая спортивная часть ставропольских школьников. По крайней мере, этот день все они решили начать с зарядки под открытым небом, да еще и в большой компании. Вот это. Это твое самое любимое движение? Да. Для четвероклассника Антона это будет уже вторая массовая зарядка. Однако со спортивных упражнений, говорит школьник, начинается каждое его утром. Чтобы быть здоровым, чтобы не болеть. Ну, и все. Вот ты еще и в прошлом году участвовал. Эта зарядка отличается от предыдущей? Да, очень. Разная музыка, разные движения. Заявленное число участников массовой зарядки 2000, однако по факту на площадь Ленина в Ставрополе пришли еще больше школьников. Их поприветствовал олимпийский чемпион и депутат Краевой думы Игорь Лавров. Мы все братья спортивные, мы все любим и уважаем спорт. Мне хотелось бы вам сказать, чтобы вы не стеснялись ставить перед собой большие цели. Терпение вам, вера в себя, здоровье, умение. И все у вас получится. С праздником еще раз у вас. И вот зарядка начинается. Все упражнения почти 2000 школьников делают синхронно и выверено. По крайней мере, так получается у тех, кто не пропускал тренировки в школах. Скажи, пожалуйста, много тренировок было в школе? Ну да, учили младшие классы, даже чтобы они танцевали в школе. А так, вот средняя школа, все учили на уроках, тренировались, выучили. Молодцы, дети. Ну ты сама принимала участие в обучении? Да, да, конечно. Как волонтеры принимали участие. Массовую зарядку во Всемирный день здоровья или в преддверии, как сегодня, в Ставрополе проводят уже десятый раз. Каждый год составляет программу и проводит тренировку под открытым небом заслуженный мастер спорта страны Наталья Кражановская. Это одна из сложных была зарядок. Одна из самых интересных, на мой взгляд. Я сюда вложила всю душу, все свое умение, потому что все же это юбилейное, десятое. Ну и, наверное, участие именно как подготовки этой зарядки, я, наверное, уже, это было последним. Это мой выпускной бал. Да, это мой выпускной бал. Я с удовольствием передам последователям этот проект, ну не проект, а именно организацию этой зарядки. Какой будет следующая зарядка и кто ее проведет, ставропольские школьники узнают только в следующем году. Заряда бодрости, уверены, теперь хватит надолго. Было очень весело, было очень странно, потому что половину делали в одну сторону, половину делали в другую сторону. У меня улетел флаг, когда я его достала. Ну, а в целом, было все очень весело, позитивно и понравилось, правда. Все было прикольно, типа, да, там, без разницы, что в разные стороны. Мы танцевали, было весело, типа, утром самое то, по-моему. Да, и первых двух уроков не было, это тоже хорошо. Как третка? Отлично! Анастасия Зубрицкая, Антон Красов, Ставропольское телевидение. На расчистку русел рек в Ставропольском крае в этом году потратят 43 миллиона рублей. Такую сумму региону выделили из федеральной казны. Заторы на реках устраняют ежегодно. Постоянно ведутся работы и по берегу укреплению. Тем не менее, после поводка, который в прошлом году, в мае, стал неожиданностью для многих жителей края, в правительстве разработали комплекс мер. Он рассчитан до 2020 года. План включает постоянный мониторинг уровня воды, регулярный объезд поводкоопасных территорий и работы с гидротехническими сооружениями. В том числе и с теми, которые не имеют хозяина. В крае таких много, больше, чем в соседних регионах. Но лишь потому, что только на Ставрополье провели мониторинг всех подобных объектов и составили их полный перечень. В этом году, как никогда рано, мы подписали соглашение с Агентством водных ресурсов. До 15 февраля оно уже было подписано. И деньги в размере 43 миллиона на данные мероприятия уже пришли. Перечень необходимых мероприятий в соответствии с этим комплексом мер, которые мы вместе с БВУ подготовили и согласовали в правительстве Российской Федерации, утвердили. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. При этом часть работ у нас переходящая из прошлого года. И еще о мерах борьбы с превратностями погоды. С 20 апреля в Ставропольском крае начнут расстреливать градовые облака. Об этом сообщила начальник противоградовой службы Ирина Акимова. По ее словам, защитную сеть разместят преимущественно на территории пяти районов края. Шпаковского, Кочубеевского, Андроповского, Придгорного и Кировского. По градовым облакам будут стрелять ракетами «Алазань-6». По информации производителя, снаряды состоят только из экологически чистых компонентов. Такие обстрелы позволяют сократить сельхозпотери в среднем в 7 раз. В службе готовы защитить от града не только сельхозугодия, но и населенные пункты края, но лишь в теории. Практически же стрельба в направлении жилого сектора, аэропортов, заводов и других стратегических объектов запрещена. Наградили самых рыжих. Сегодня в Пятигорске прошел фестиваль «Оранжевое настроение». Цветовая палитра причесок у гостей праздника оказалась широкой. От золотистого до ярко-медного. Итак, «Рыжий, рыжий, где ты был?» рассказывает Павел Яновицкий. Фестиваль «Оранжевое настроение» прошел в Пятигорском дворце детского творчества. В Савру, если скажу, что не знаю, почему редакция отправила сюда именно меня. Фестиваль собрал рыжих людей со всего Пятигорска и закрестных населенных пунктов. Особенно здесь, конечно, много детей, которые пришли сюда не просто так, так и с различными творческими номерами, которые они и показали публике, гостям дворца. Показывали не просто так, боролись за победу в различных номинациях. Идея провести такой необычный фестиваль у нас уже была достаточно давно. Мы хотели проверить, сколько у нас в городе Пятигорске рыжих ребят и какие они талантливые. Но когда мы начали уже работать, то от этой идеи мы подумали, а почему мы проверяем, сколько рыжих только в Пятигорске? Наверняка в Ставропольском крае их очень много. И поэтому мы кинули клич. Многие дети подготовили танцевальные номера, песни, стихотворения. В стихотворениях, кстати, зачастую герои тоже были рыжими. Например, рыжий пёс. Во время прямого включения в эфире программы «День лайф» одна девочка прочитала нам это стихотворение. То жара, то дождик лёд, зато дороги снег занёс. Как, скажи, тебе живётся в конуре мой рыжий пёс? Нет с тобой рядом папы, мамы рядом тоже нет. Нет, кто тебе согреет лапы, купит к празднику конфеты. Общее число участников фестиваля «Оранжевое настроение» больше 30 человек. Что только не говорят о рыжих. Говорят, что они бесстыжие, даже говорят, что у них нет души, а иногда говорят о том, что не убивают дедушек лопатой. Но это неправда. И это доказали участники фестиваля. Показали то, что они творческие, весёлые, позитивные, солнечные люди. Павел Гендавицкий, Николай Попов, Ставропольское телевидение, Пятигорск. На этом пока всё. Больше новостей на нашем сайте stv24.tv, в нашем телеграм-канале. Свой спецкор. В студии был Вадим Москаленко. До встречи и хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok